Хороший домохозяин Домохозяин помогает людям других укладов жизни правильно исполнять свои обязанности Такой высказан Сейчас поразмышляем Ну, первое, что надо понять что, оказывается, есть уклады жизни из этой карты У нас, в нашем обществе, забыли эту идею не понимают, что есть уклады жизни Например, я к вам такой вопрос Если человек еще не женился в чем заключается его долг? Если человек еще не женился, то у него есть долг, оказывается Обычно люди думают, что надо погулять побольше, пока не жениться И если не погулял, говорят современные психологи, то тогда нормальную семью не создашь Могла погулять сначала, тогда ты изучишь женщину Женщина изучает мужчину И тогда создается нормальная семья Логично, кто с этим полностью согласен поднимите? Вот, видите, то есть логично все, все абсолютно правильно и точно Эта логика исходит из просто современных представлений о жизни Я помню в восьмом классе, когда еще это все нельзя было Но только начиналось что-то такое, видение какое-то Мой учитель по труду собрал весь класс и сказал Сейчас я вам расскажу очень важное То, что вам в жизни очень сильно поможет Немногие настроились, что же нам поможет в жизни очень сильно И он начал рисовать строение половых органов мужчин и женщин Девочки все застеснялись Мальчики открыли рот от изумлений С этого дня мы узнали что-то важное Но на самом деле мы знаем, что это не является чем-то сильно важным в жизни Потому что даже саранча знает, как этим заниматься Не то, что человек И я когда учился о аэробеге, я видел, как обезьяны Они очень наслаждаются этим процессом Хотя они не изучали ничего У них все нормально с этим Проблем нет Они счастливы, обезьяны Я видел своими глазами на заборах этим занимаются Поэтому, что это важно такое И что человек должен до своей женитьбы Вот это все пройти, школу эту Знаете Можно предположить, что это так Но я вам сейчас скажу мнение вед На эту тему Первое, что вы должны знать Что девушка, она рождаясь, все имеет собой сразу То есть, имея, она может себе легко все раскрыть То есть, девушка, она рождается чистой и знающей То есть, можем видеть, что маленькие девочки Они соображают лучше, чем мальчики маленькие Допустим, мальчик ему скажет Вася, ты о чем сейчас думаешь? Ну вот так вот Че? Семь лет Че? То есть, он не понимает даже, о чем вопрос Но девочка в семь лет, она знает, какие отношения У папы, у мамы, у дяди, у детей Все, и она все знает, что происходит вокруг Девочка в семь лет ориентируется полностью к ситуации У нее очень четко, трезво работает голова Ее можно спросить, она скажет На любой вопрос ответит, что происходит в ней У нее нет проблем с этим И любая девушка знает В 11-12 лет, любая девушка знает Что должна быть чистая любовь Что должны быть верные отношения Что они надо друг другу изменять Так или нет? Любая девочка знает в 11 лет Я не говорю про 13 Потому что, когда наступает половое созревание То начинает идти плохая карма Психика у человека И у девочки это выражается в том, что она начинает мечтать Мечтать, что у нее должен быть мальчик У нее сильно очень активизируется мышление В этом направлении И мальчики пользуются этим И сообращают девочек Самый быстрый способ убрать знание Вот эту чистоту Понимание, как жить у девочки Это заставить ее лечь в костель Как только она ложится в костель первый раз То ее представления о жизни сильно меняются Они начинают быть подвержены влиянию желаний Этого наслаждения Которое обладает огромной силой То есть половое наслаждение Оно настолько сильное Что все вот эти интуитивные представления о жизни Они разрушаются полностью Вот этим процессом, который произошел за 5 минут Поэтому в ведической культуре Так сильно девочки охраняли от этого всего Давали с мальчиками общаться со всем Совсем не давали Чтобы девочки спокойно жили И что им нужно? Для чего им нужно было вот эту юность прожить? Для чего? В чем смысл этой юности? Сохранить это хорошо Это очень хорошо Но проблема заключается в том Что когда человек начал заниматься половой жизнью Предполагается, что он уже женился И это означает, что дальше ему не надо образовываться Учиться Потому что когда человек женился Его психика застывает на этом уровне И она уже не может развиваться дальше Вверх Для того, чтобы улучшить свою судьбу Допустим, у человека плохая карма Допустим, он не может нормально жениться У него есть проблемы в отношении Как исправить эту плохую карму Молиться Молиться, учиться Еще что делать? Свершать пожертвования Еще что делать? Еще что делать? Свершать пожертвования Свершать пожертвования Свершать пожертвования Вы ее не наполните Правильно? Это значит, что вы можете столько-то пожертвований Свершить У вас благочестие накопилось А дальше вам придется его тратить Но когда человек соблюдает целебат Его благочестие становится больше То есть изначальное благочестие становится больше То есть шкатулка увеличивается в размер Это значит, что можно больше накопить И стать чище, лучше И это значит изменить свою карму И сделать так, чтобы семья не разрушилась потом Если она должна по карме разрушиться Теперь, скажу вам по секрету Это мой опыт 80% людей сейчас, русскоязычного населения Имеют такую карму, что семья их должна быть разрушена Когда они женятся 80% Не 20, не 30, а 80% И для того, чтобы этого не произошло Человек должен сохранять целебат Как вы думаете, может человек сам сохранять целебат или нет? Молодой человек может сам сохранять целебат? Может? Вы ошибаетесь Для того, чтобы он мог сохранять целебат Им нужна серьезная поддержка И поддержать его могут только семейные люди Только те, кто уже женат Потому что у них психика более устойчивая Они могут ему помочь объяснить, как правильно жить надо Понимаете? Допустим, девочка, если общается с семейными людьми У которых благочестивая семья А в этом и заключается долг семейных людей Сделать благочестивую семью Если девочка общается с такими людьми У нее в сознании закладывается то, как должны вести себя муж и жена Психика у нее формируется правильно в этом направлении Если девочка общается с неблагочестивыми людьми То у нее психика формируется неправильно Потому что, что значит формирование психики у девочки Это означает притяжение, понимаете? Девушка, она впитывает в себя стиль любви Она является питанием То есть, она обместилище любви Но для того, чтобы любить, надо выбрать стиль любви У каждой девушки есть свой стиль любви И какой стиль любви девушки выбирают сейчас? Соответствующий дискотекам То есть, где они получают образование, как любить? Они смотрят, где молодые люди танцуют Они получают такой стиль любви То есть, стиль любви, который не связан никак с семейной жизнью Теперь у меня к вам вопрос Если девушка выбрала стиль любви, не связанный с семейной жизнью Как она его применит в семейной жизни? Это же совершенно другая вещь Абсолютно не имеющая никакого отношения Это противоположные вещи Если девушка научилась любить и показывать себя в обществе Где люди стараются наслаждаться друг другом вне семьи То как она потом это применит внутри семьи? Это же противоположные вещи Если ты научился кататься на коньках Это не значит, что ты научился играть в футбол, правильно? Противоположные вещи Точно так же и здесь Девушка научилась танцевать на дискотеке Ходить по ресторанам и все прочее Это формирует определенный вкус жизни Как ей потом выйти замуж? Давно ко мне пришел один мужчина Нашел себе девушку Они полюбили друг друга Все они общались, встречались Потом дошло дело У парня дошло дело Для того, чтобы думать о том, чтобы создать семью Девушка испугалась Потом, когда я начал изучать эту тему Оказалось, что она не знает, как жить в семье Она знает, как в ресторанах сидеть Она знает, как ходить на дискотеки Она знает, как общаться в тусовке Но она не знает, как общаться в семье Она боится Она хочет замуж, но она боится Она боится, что она не справиться с этим Не сможет Да почему ее научило общество? Ее научило тому, что разрушат ее потом жизнь Все, она станет несчастным человеком Но если бы она общалась с какой-то замужной женщиной Которая видела бы Приходила в гости к ней Не видела бы, как она общается с мужем Как это было правильное, идеальное общение Она бы, во-первых, настроилась Психический вкус любви Этот подчеркнула в себе И она бы прикинула к себе парня Молодого человека, который хоть хочет жениться, а не гулять Потому что на что антенка настроена Такой результат будет Вот на что женщина настроена Такой она получает результат Ко мне один раз подошла девушка и говорит Я вот не знаю, что делать Одни и те же мужики одинаковые попадают все время Одинаковые стили Я говорю, вам надо настройку сменить Говорит, у вас не та настройка У вас вкус любви, который идет от вас Он не соответствует другим людям Более порядочным Но она имела в виду как раз это Что непорядочные люди попадались Я говорю, вам надо настройку сменить Я говорю, где вы воспитывались С кем вы общались в молодости Она рассказала свою молодость Я говорю, у вас вот этот пример есть Порядочных отношений в семье Она говорит, я не знаю, о чем вы-ка спрашиваете Я говорю, но у вас есть одна знакомая хотя бы Которая там не нормальная семья Чтобы нормальные как бы отношения были И вы хорошо с ней вот дружите Смотрите, как это происходит все Нет у нее таких знакомых Ну как ей найти себе нормального человека К ней будут притягиваться только те, которые чувствуют желание Вот наслаждаться женщиной, а не давать ей что-то Заботиться о ней И это все должны делать семейные люди Это их обязанность Но это еще не одна их обязанность Первое, что они должны Они должны научить жить те, кто еще не женился Они уже женились, они получили эту возможность Они знают, как правильно жить Они должны воспитывать тех людей, кто не смог еще создать семью Должны с ними общаться и показывать им пример, как строить отношения Потому что пока человек, допустим, человек не женатый И это говорят Вот ты один остался, все Сажми ей зубы и соблюдай целебат Чем больше ты сможешь это делать Тем больше у тебя шансов дальше жениться нормально Или выйти замуж Почему? Потому что в это время копятся силы Человек меняется, даже цвет лица меняется Когда человек соблюдает целебат Он светлый, красивый, счастливый У женщины естественным образом Формируется утонченность Формируется более робкое такое Возвышенное отношение к мужчинам Что и нужно для того, чтобы найти себе нормального человека Даже больше делать в принципе ничего не надо Чтобы найти себе нормального мужа Но если еще при этом учиться У замужних девушек Как правильно строить семью Отношения создавать То это тогда уже полная гарантия будет Молодой человек тоже должен Но он один остался Должен соблюдать целебат Уникальная возможность Стать серьезной личностью Уникальная возможность Потому что когда мужчина соблюдает целебат У него развивается все Что необходимо для того, чтобы стать Успешной в жизни личностью Все необходимое развивается Что значит успешность? Каждый мужчина для себя это сам представляет У него есть определенные идеи в жизни И что ему мешает Воплотить эти идеи? Чрезмерная увлеченность сексом Почему? Потому что семя Оно может идти или в разум И развивать решимость Основное свойство разума Это решимость и память Две основные функции Которые дают человеку силу Интеллектуальную Решимость и память Память дает человеку возможность Что с ним плохого происходит Когда он не делает что-то плохое А решимость дает возможность Преодолеть все плохое в себе Две функции, которые Возникают в результате Сохранения семени Если человек не может Себя заставить что-то делать Меняться Работать над собой Менять свою жизнь Значит нет решимости Почему молодые люди Не могут выучиться Сдать экзамены в институте? Почему? В чем причина? Энергия вся опускается в место Они думают о сексе очень много Если бы энергия поднималась вверх Тогда бы они выучились легко Без всяких проблем Чем больше энергия опускается вниз Тем тяжелее человек учится Если создается благоприятная среда У молодого человека То есть у него правильное общение Общение с теми людьми Которые поднимают энергию вверх У него сама по себе энергия вверх Поднимается У меня сейчас учится 9 человек молодых людей Учится лечение Лечить Они живут Соблюдаются Алибатами Не общаются с девушками И у них реально И они изменяются Даже человек из деревни приехал Он слабо интеллектуальный Он начинает меняться буквально в глазах Через год человек совсем другой Не очень сильно работает разум То есть очень сильно развитая личность Получалась И те кто приходят Они отмечают Что у вас такие ребята все хорошие Когда Как бы лечиться приходят Они видят Что они отличаются от всех остальных Так ведь Кто был у меня на приют Отличаются Почему? Потому что они соблюдаются у ребят Нет другой причины Но если Я не был рядом с ними Они не смотрели Потому что Нужен пример Нужна сила Которая будет их держать Их сознание Чтоб оно не уплыло куда-то К этому здесь и говорится об этом Что домохозяин Помогает людям Других жизненных укладов Правильно исполнять Свои обязанности И в этом заключается Его главное благочестие Мы сейчас только сказали Об одном укладе И четыре уклада Есть первый уклад До женитьбы Второй уклад До женитьбы Третий уклад Когда человек развился Как личность Он начинает отрекаться От мирских дел И посвящается Духовному Он даже при этом Может жить в семейной жизни Но при этом Он отреченной Семейной жизни Идет Это называется Уже Вонопратска То есть Ну то есть Называется Как бы человек Немецкой Немецкой Человек Он может быть женатый Но он немецкой То есть он Погружается в духовное И является наставником Для всех То есть это Период наставничества Для семейного человека И некоторые люди Они отрекаются От семейной жизни И принимают От отреченный Образ жизни Это четвертый Последний уклад Говорится что Не все могут До этого уклада Дойти в жизни Для этого надо иметь Очень сильный разум Сильное сознание Ну может быть Один из тысячи может Или из десяти тысяч Человек Который благочестиво Жил в семейной жизни Может дальше Перейти в отреченный Уклад в жизнь Потом в конце жизни уже И стать наставником Для всех Принимать учеников Инициацию им давать И так далее Понимаете? И вот Домохозяин Семейный человек Он является Опорой Для всех этих Укладов Жизни Потому что Если допустим Все Квасят Все играют В карты Пьют Пиво Ходят по кабакам То Таким Вот И допустим Определенный Населенный пункт И все этим занимаются И один человек Семейный Решил стать Отреченным Ну то есть Он с женой живет Но он решил Стать отреченным То есть он решил Давать наставление Людям То есть он развился Как личность Он может пользы много Принести именно этим Не тем что он будет сам Работать А тем что он должен Людям давать знания Нужен он будет там Или нет В этом поселке Такой человек Конечно А кто А что он там будет делать Он даст всем знания Как он им даст знания Ну вот Если он Достаточно Различный Разум Мы будем это знания Они изменятся И вся деревня Там присветает Если ты будешь Кирпичу говорить Что-то хорошее Он при этом Конфеткой станет Нет? Ну кирпичная Это материя Ну а человек Который выпивает Это не материя Ну Нет Это материя Называется Здравствуй дерево Нашему сведению Человек который пьет Курит У него Ну то есть Пока ваканплы У него идет Деградация разума Если все будут пить Полностью в деревне Он не будет нужен никому Почему? Потому что Никто не придет К нему за советом Люди будут Очень низко мыслить Поэтому Он просто с голоду попрет Он не сможет отречься Ему придется работать Поэтому Для того чтобы жила Хотя бы один Отреченный семейный человек Нужно хотя бы Несколько семей Чтобы они приходили К нему за советом Нуждаюсь В нем Вот Если бы я Допустим Пришел сюда И здесь Было пусто Ни одного человека Кому бы я Левицу читал? Стена Я здесь нахожусь Потому что Вы здесь Находитесь Нет другой причины Нет другого Мышления Понимаете? Потому что Вы здесь Находитесь Поэтому Поэтому Я здесь Рассказываю Поэтому Только семейный человек Может Воспитать Того Кто Отречется Отмена Если Если Человек Может Быть Полезен Значит Тогда Он может Развиваться Как Личность Понимаете? Если Семейные люди Приходят Такому человеку На консультацию Они советуются Как жизнь Они ему поддерживают Они ему дают Немножко покушать Что-то дают ему Отличенным Человеку Много не надо Ему надо Просто поддерживать Жизнь существования И В этом случае Они сами Будут получать Огромную пользу Потому что Действительно Если он так Настроен Так жить Значит У него есть Знание Потому что Знание делает человека счастливым Без всего Ему не надо Там машина Дача Еще что-то Он так счастлив У него есть знание Знание делает человека счастливым Ему ничего не надо И Люди пытаются понять Как жить правильно Спрашивают у него Он всем советы дает Как Чем тебе заниматься Совместимы вы или нет Будешь болеть Или помрешь Или выздоровеешь Важно знать Помру я или нет Или выздорове Важно это знать Или нет Важно Надо планировать Дальше Что ты будешь делать Если ты помрешь Надо значит Молиться целыми днями Это спасет тебя Потому что Человек который лечится Но Никаких шансов Вылечиться нет Какой смысл Зря время тратить Или он работает в это время еще Зачем работать Если ты уже все Время закончилось Жизни Надо молиться теперь Надо очистить свое существование Люди очень хотели знать Что будет дальше Только Отреченный человек Может это знать Но если Нет Некому спрашивать У него Как он может жить Он не может Поддерживать себя И семью Таким образом Поэтому Только Домохозяин Является Оплотом Хорошего Благочестивого Общества Пока Люди Которые живут Семейной жизнью Не Являются Благочестивыми Общество Не может Развиваться Вот здесь Об этом Написано Одна фраза И сколько всего Важного Информации Нужно Правильно Если Говорится Что именно Домохозяин Помогает А не как то наоборот Это очень важно Знать Если люди Не живут Правильно Дельной жизнью Все общество Ручится И никто Не может Дальше Помогать Помогать Себе Развиваться Вот Теперь Дальше Следующее Высказывание Вы сразу же Спросите меня После того Как я сказал Какой вопрос Закономерно Вытекает Вопрос Какой вопрос Каждый Хороший домохозяин Совершенно верно Как Будет Что делать Это надо И здесь все очень просто Каждое высказание Важнее Следующего То есть Самое первое Самое важное Здесь написано Два пункта Что Чтобы быть хорошим Домохозяином И твоя жизнь Текла В первом направлении Для этого У домохозяина Должно Разлиться два Качества всего Любовь Первое Качество Правильное Поведение Второе Качество У нас психологи Вот такие книги пишут Что надо Чтобы нормально было Надо и так Смотреть и так И туда Поворачивать голову И сексом надо В каких-то позах Заниматься Там и то и сё И надо вот так Вот Некоторые выдумывают что-то Говорят Надо там Топать три раза ногой Там Плевать через правое плечо Чтобы все хорошо В жизни было Подпрыгивать там И Не смотрев туда Смотрев туда Некоторые вот так Решают вопрос Но Веды это очень мудрая вещь Сжато и понятно Любовь и правильное поведение Все Что такое любовь Надо понять Что такое любовь В семейной жизни Да Три аспекта любви есть всего Три проявления любви Первая Верность Дальше за верность Когда верность есть Что возникает Уважение И потом Как результат Что возникает Искренность Три аспекта всего Любви Если Вы хотите И говорите Я тебя люблю Мой дорогой Если ты его не уважаешь А как понять Уважает женщина Мужчина Или нет Как понять Слушается Да И при этом И при этом Говорят Я тебя люблю А в чем Любовь то дорожает Потому что Люди даже Женщины даже Ну не то женщины Мужчины Люди даже не понимают Что такое любовь В этом проблема Мы же не знаем Что такое любовь Это проблема Большая Мы думаем Что любовь Если я прошу У мужа цветы Значит это любовь Я его люблю Значит Это не любовь Это называется Вожделение Это противоположная Вещь любви Если я Хочу рядом с ним быть Значит я его люблю Нет Если ты хочешь рядом с ним быть Значит ты жаждешь его Это вожделение Это не любовь Любовь проявляется Только когда ты что-то даешь Она не может проявляться В том что ты что-то хочешь Если ты хочешь рядом с мужем быть Это не любовь Если ты хочешь от него цветы Ласки Заботы Нежности Внимание Все это не любовь Любовь означает Что ты хочешь Чтоб он сказал То что он хочет сказать Если он пришел с работы Устал Вместо того чтобы терроризировать Ты хочешь чтоб он отдохнул Это любовь Понять каковы желания мужа Это любовь И сделать смиренный вид Когда он выпендривается Это тоже любовь Хотя бы вид сделать Не то что там Хотя бы вид Это тоже любовь Проявление любви Потому что Любовь проявляется В правильном поведении Человек не может сразу Понимать Любовь это очень глубокая вещь И любить сразу Невозможно научить Любовь это же Очень сильная Выраженная Чистота сознания Сильно выраженная Чистота сознания Проявляет Да и показывает любовь Для того чтобы любить Надо силу иметь внутреннюю Женщине очень трудно Кивать головой Когда мужчина грубо Говорит что-то Очень трудно Потому что Нужна сила внутренняя И поэтому Здесь говорится Любовь сначала А потом Правильное поведение Правильное поведение Легче Можно допустим Не любить Но вести себя правильно И это уже Проявление любви Начало любви Потому что Если женщина Просто кивает Хотя бы То что она делает Она вызывает К себе Симпатию Вот допустим Женщина не знает Что такое красота Женская Часто не знают Они думают Что красота Она заключается в том Чтобы уменьшать Количество одежды В этом красота Они так думают Сейчас Но красота Заключается Женская в чем В том что Она может Кротко смотреть Когда мужчина говорит Кивать ему В этом появляется Красота Очень красиво Все Мужчина нравится Без исключения Вы попробуйте Потренируйтесь Попробуйте Вот так Делайте Вы увидите Что все Мужчина сразу Расплывается Ну хорошо Это красота Когда женщина Все открывает Мужчина пугает Это Потому что Она становится Очень сильной Могущественной Рядом с ним И у него есть Только два варианта Или тырится На нее Как это слово Я не знаю Какое назвать другое Так Вот Или Вообще Не смотреть Но общаться Он не может уже В это время с ней Потому что Сила от нее исходит Определенно У нас же Женщина Обладательница силы Любви Энергии любви И он так Его заклинивает Он не знает Что делать В этой ситуации Он лучше не пугать народу Просто одеться Все Ходить одет Когда ехал из Риги Вчера Утром Я проходил на посадку И сидела девушка одна Ну какая-то одежда была конечно Могу сказать что она совсем не сидит Вот Вот. Мне было интересно, я просто начал молиться, мне было интересно, а как она себя поведет, если я на нее посмотрю по-другому. Не со злобой, не с вожделением, а просто как на женщину, которая нечаянно разделась. Я просто спокойно вот так вот посмотрел на нее и сосредоточился на молитве, чтобы как бы она не победила меня своим открытым телом. Я посмотрел прямо на нее в глаза внимательно. И не то, что она обрадовалась, что я на нее посмотрел. И она почувствовала себя очень неловко, очень неловко. Но женщины же открываются для того, чтобы на них смотрели, правильно? Какая другая причина. Но почему ей не понравился мой взгляд? В чем проблема была, как вы думаете? Потому что я на нее посмотрел честно. Я посмотрел на нее, как на женщину. Не как на объект, чтобы ее использовать. Не вот так вот. И слюна не текла у меня в это время. Она хотела, чтобы я так посмотрел. Но у меня не текла слюна. Я посмотрел на нее просто как на человека. И все. Который попал в очень неловкое положение. Силу отсутствия знания, как надо себя вести. И плохо стало. Я убедил это. Я больше не стал на нее смотреть дальше. Но я заблудовался после этого. Что мы же не знаем, как жить. То, что нам кажется правильным, мы часто губим себя этим. Потому что, на самом деле, женщина, которая так себя ведет, она же никогда не найдет себе мужа-то нормальное. Потому что нормальный мужик ведь должен смотреть на нее, как на личность, а не как на груди, там, бедра и так далее. Он должен смотреть на нее, как на человека. И тогда будет человеческая совместимость между ними. Но сама женщина не дает возможности появиться этой совместимости. Потому что она все открывает. Как он может посмотреть на нее, как на человека, если он смотрит на нее, как на куклу, которой надо наслаждаться. Понимаете? Почему так происходит? Потому что мы не знаем, что такое любовь. Современная психология полностью извратила это представление. А любви полностью извратила. Она считает, что любовь это секс. Это то, что является вообще ничего общего с любовью не имеет. И само слово «заниматься любовью» означает именно это. Сейчас даже так пишут в книгах. Это считается очень грамотно, изложить мысль. Заниматься любовью. Но для того, чтобы заниматься любовью, надо сначала разобраться, что такое любовь. Получается, что саранча тоже любовью занимается. Любовь — это высшее проявление личности. Любить может только человек. Испытывать привязанности может любое живое существо. Даже инфузория туфелька. Но любить может только человек. И для того, чтобы любить, надо еще научиться любить. Понимаете? В этом проблема. Есть разные способы, но в целом надо соблюдать правила. Надо вызвать симпатию близкого человека. Своим поведением. Поэтому здесь написано «правильное поведение». Большинство людей вообще не знают, что такое правильное поведение. Мужчин, допустим, не знают, как с женщиной совести. Вот если сейчас спросить мужчину, как себя вести с женой, кто знает. Вот жена капризничает, что нужно делать? Отстремиться. А? Отстремиться. О. Ну, ему еще много учиться, поэтому он тут лепит что-то. Все нормально. Какие еще варианты? Вот женщина капризничает, что надо наделать? Это женщина мне подсказывает. Я говорю, мужчин спрашивают. Мужчины молчат, потому что они не знают. Вот правда, я им говорю, мужчины не знают, что делают. Ну, что думаете, я шучу? Что нужно делать? Накормить. Накормить. Вот еще кемлянцы. Успокой. Успокой. Как успокоить? Теплыми словами. А? Внимание на теплыми словами. Вы делаете это? Не всегда. Почему? Потому что не знают, как с это правильное совести. Вот, видите, то есть вы хоть и говорите это, но вы этого не знаете. В этом заключается наша проблема. Мы не знаем, как себя вести. У нас нет знания, как себя вести. Это проблема большая. Это факт, что когда женщина капризничает, надо ее успокоить. Это факт. Но как себя при этом вести? Это целая наука. Когда женщина капризничает, надо ее успокоить, но при этом надо отстранить чувства. Собрать их внутрь. Потому что если твои чувства будут наружу, то женщина будет капризничать еще больше. А если их собрать внутрь и успокоить ее, но при этом не реагировать на ее капризы, она успокаивает сразу. И чувствует, что ничего не обломится, как бы, но жить-то как-то надо дальше. И она успокаивается. Но при этом она видит, что он хороший человек, он ведет себя правильно. Но он не идет на поводу. Каприза — это же сила, проявление силы определенное. И это проявление силы идет из-за того, что человек немножко сошел с правильным пониманием вещей. Но в основном люди ругаются в это время. Они начинают ненавидеть друг другу, ругаться. Не понимают, что обязанности как раз и проявляются близкого человека тогда, когда близкий человек не настроен правильно. Если близкий человек делает все правильно, ему твои обязанности уже не нужны. Он и так все правильно делает, у него все хорошо. Обязанности означает действовать тогда, когда близкий человек делает все неправильно. Мужчина, допустим, ругаться начал, женщина должна чувство собрать внутрь и внешне себя вести очень смиренно. А потом что? Он увидит, что у него ничего не получается. Если чувства собраны внутрь, то женщина неприступна, она не поддается. Он не может дальше ничего с ней делать. Он вот ходит, уходит и все. А куда эти чувства девать, потом они же внутри тебя остались? Сейчас объясню. Вот когда внутрь чувства остались, то надо понять, как их внутрь собирать. Дело в том, что собираются именно с помощью любви. Потому что прежде чем собирать чувства, надо понять, что это мой близкий человек нервничает. Хороший мой дорогой друг нервничает, он не в себе. И он сейчас не соображает, что делает. И это проявление разума, вот такого мышления, оно успокаивает чувства и дает им спокойно как бы внутри сидеть. Понимаете? А если все-таки раздражение вышло, надо подойти к алтарю и начать молиться Богу потом. Потому что всегда, когда человек не справляет с собой, это возможно. Он может, допустим, быть напряженным. Но если он все правильно внешне сделал, то близкий человек успокаивается. А если он сам теперь напрягся, надо подойти к алтарю и успокоиться сразу. Вот так вот, успока не приходит. За две минуты молитвы. И дальше опять жить спокойно. Не злиться, не обижаться, не воспринимать ситуацию как безнадежную. Что все плохо у меня в жизни. Что он всегда так будет злиться всю жизнь. Такие мысли тоже надо убирать. Но молитва это делать. Я вам писал всего лишь один эпизод. Понимаете? Как надо себя вести? Мы не знаем. Мы много чего не понимаем в этой жизни. Но здесь написано все, что если вы хотите, чтобы ваша жизнь выбрала правильное направление, это означает, чтобы она не развалилась. Семья, чтобы не развалилась. Это и есть правильное направление жизни. Для этого надо культивировать любовь и выполнение своих обязанностей в семье. Две вещи всего. Надо понять, что такое любовь. То есть любовь означает служить близкому человеку так, чтобы он был вдоль дворен. И так же воспитывать его, это тоже проявление любви. Два проявления любви. Потому что некоторые люди служат, но воспитывать боятся. Тогда семья разваливается. Некоторые люди воспитывают, но служить боятся. Боятся человека. Думают, что я начну служить, он обнаглеет. А им воспитывают, воспитывают, и семья разваливается в результате. Но есть два проявления любви. Воспитывать человека и выполнять перед ним свое, заботиться о нем. Воспитывать и заботиться. Два прервения любви. Создают силу в семье. Она становится очень сильной, крепкой. И правильное поведение описано во всех писаниях. Как женщина должна себя, как мужчина должна себя вести. Вот смотрите. Создается семья. Первое, что происходит в это время. Сначала, что идет. Да, карма хорошая выходит. Мы испытываем счастье, да? И об этом много песен поется. О том, как мы счастье испытываем, да? Первый год моя темна. Утро моих глаз. Да? И так далее. Столько радостных песен, счастливых. Вот. Но. Потом это все заканчивается. Правда? Но. Современная психология утверждает, что должно не заканчиваться. Какое безумие. Какой обман. Какой бред. Я в виде провел опрос. Многие люди считают, что первая любовь должна не заканчиваться. Она должна жить вечно в наших сердцах. И люди бредят этой идеей. Они ждут, когда же у них наступит такая любовь, когда она не закончится. И они одного партнера меняют на другого в результате. Как обезьянки с одной ветки на ветке на другую прыгают. Так и люди, как обезьянки северят. Почему? Цель какая? Думаете, они дураки, что ли, вот так? Разрывать семью, бросать детей. Только лишь ранить другого человека. Потому что они думают, что у тебя с ним они будут счастливы дальше. На всю жизнь. Поэтому они бросают все. Нет другой причины. Почему бросают? В чем причина? Почему бросают? Потому что та семья, которая была создана, она пошла под откос. Любовь в ней начала уменьшаться. Человек не может жить без любви. Он смотрит эту прогрессию и уже думает, что через год будет еще хуже. Через два мы вообще уже сдыть, жить друг с другом не сможем. Поэтому надо все это дело заканчивать. Но он же у меня нет веры в семью. Он чувствует, что с этим человеком невозможно. Я в Риге давал консультацию. Одна женщина, очень хорошая, порядочная женщина, пришла ко мне на консультацию. Очень такая интеллигентная, очень хорошая. И она мне сказала, что я хочу замуж. Я сказал, ну, хорошо, в чем проблема? Я не знаю, как выйти замуж, я не могу. Я говорю, и какой вопрос я ей задал, как выйти? Что? Какой? Что, почему? Что, почему? А? Каким качественным мужем? Нет. Не почему. Она не может выйти замуж. Она не знает. Я ей задал другой вопрос. И вы сейчас должны на него ответить. Тогда вы поймете, как жизнь протекает. Если вы сможете ответить на этот вопрос. Как наша жизнь протекает, вы поймете, если вы на этот вопрос ответите. Какой вопрос ей задал? Что вы для этого делаете? Нет. Зачем? Ничего не сделаешь. Какой вопрос ей задал? Зачем нужно выходить замуж? Такой любовь? Нет. Вы не знаете, а я вам сейчас задам. Вы поймете, почему я спрашивал. Что вы не знаете этого закона. Я ее спросил. Вы что, бросили своего мужа? Она сказала, да. Второй, следующий вопрос, какой я задал, и как у меня. А? Да, я задал ее вопрос. Он вас ждет? Она сказала, да. И что ей потом ответил? Да, я ей потом ответил, что пока он вас ждет, вы замуж. Не будите. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да. Знаете, почему? Потому что человек не выбирает себе близкого человека. Близкого человека человеку дает Бог. И он делает это таким образом, что два человека чувствуют друг другу тягу. И даже хотя бы один человек другому близкому человеку, близкий, родной человек продолжает испытывать тягу. Это значит, что Бог хочет, чтобы они были вместе. А эта женщина такая хорошая, красивенькая. Она пошла против Бога, поэтому она получит фигу без масла. Она не получит себе другого близкого человека. Я ей сказал, возвращайся, да, назад. Возвращайся, холодным утром. Возвращайся, не очень трудно. Если не одна тяга. А? А если несколько тяг. У кого? У кого? У кого-нибудь одного, да. Не-не, там, понимаете, ситуация какая. Когда человека бросают, у него не может быть несколько тяг. Вас бросали, нет? Да. У вас было несколько тяг? Нет, одна. Вот именно. Когда человека бросают, у него остается только одна тяга. Потому что любовь, ну как бы притяжение, оно остается только у того человека, которого бросили. А вот тот, который бросил, он ничего нет. Он просто грешит. Он в это время обезумелый слон, который топчет свою судьбу. Ну, по барабану все это, понимаете? Он тыг-тыг-тыг-тыг какое-то время. Вот. Поэтому... Ха! Она не сказала, я ни за что не пойду к мужу. Я спросил, почему? Она говорит, что я дура. 18 лет страданий, потом назад возвращаться. И это правда? Это правда? Это правда? 18 лет страданий, ни один нормальный человек не вернется назад. Но она не имеет знания, эта женщина не имела знания, поэтому она вышла от меня обескураженная. Она не имела знания о том, почему 18 лет страданий. Когда семья создается, у нее может быть два вектора. Один вектор вверх, это означает, что любовь возрастает в отношениях и возникает все больше ощущений и перспективы. Как определить, что любовь возрастает? Если вы чувствуете, что вы верите в вашу совместную жизнь больше, чем вчера, сегодня, это значит, что любовь возрастает. Если вы верите в вашу совместную жизнь меньше, чем вчера, сегодня, верите меньше в вашу совместную жизнь, что это значит? Так, ну и что это значит? Это значит, что где-то рвется. Еще что это значит? Желая карма, идет по разрушению. Вы ни за что не ответите, что это значит. Карма. Карма, да, все карма. О, наконец, там этот голос, который тихо говоря, правильно все время говорит. Потому что ни хрена мы друг друга любить не хотим. Поэтому она уменьшается, любовь-то. Мы не хотим аскезы совершать. Не хотим жертвовать друг другу, понимаете, себя. Не хотим терпеть, когда другой человек ругается. Не хотим ему служить, заботиться честно. Вот чего мы не хотим. И вектор любви падает. И вера друг к другу падает. И если она 18 лет падает, назад вернуться очень трудно. А Бог больше никого не даст. Потому что тот ждет. Бог не мякишка. Он не будет прыгать к нам, прифутболивать мужиков одного за другим. Потому что если ты с этим жила так, какой шанс, что будет с другим по-другому? Никакого шанса. Ты не умеешь любовь держать, поднимать ее вверх с одним, значит и с другим будет то же самое. Сначала наслаждение какое-то время, медовый месяц, а потом опять вниз вектор пойдет любви. Отношения начнут портиться. И ты будешь думать, что это не тот человек, надо другого. Потому что мы не хотим себя винить в том, что в нашей жизни происходит. Мы очень сильно замечаем недостатки в другом человеке и придаем им очень большое значение. Я очень извиняюсь. Там фура, она через какое-то время может… Взорваться? Нет, смеси литёшку и некоторые заправления, которые… А она что, едет? Там просьба Сузуки убрать тут в самую краю. Увы не стоит. Извините, пожалуйста. Так, так, а скажите, что произошло? Нет, тут фура есть, а она просто проехать не может. Сузуки, короче, у кого? Сузуки, лавана приора и джип какой-то черный, я не знаю, киа или еще что-то. Вот здесь у ворота все расстроено. Ну все, ладно. Все. Митсубиси, это что происходит? Нет, не Митсубиси, все. Расслабьтесь. Сузуки убрали. Фуры никого не раздавят, все. Слушаем дальше лекцию. Я думал, что у меня цвета. 2012. А, 2009, да. Двенадцать. Уже двенадцать? А, ну да, двенадцать. Ну ладно, на чем мы остановились? На векторе. Потому что к мужу она человеку. Одной тоже скажет. Да, она не может, поэтому как она дальше? Зачем ей новый мужик? Если вот этот еще остался, а с этим она не доделала, она уже с другим хочет. Какой смысл? Бог не даст. Нет возможности у него кидаться мужиками. Это еще одному жизнь портит. Какой смысл? Мужиков и так мало. Она, конечно, может дать ему такого же, Бог может дать такого же, как она, который бросил жену. Нет проблем. Пускай вместе живут. И вектор сделают вниз вместе. Потому что вверх у них никак не получится в этом случае. Если два вектора вниз по геометрии изучали, что получится в результате? Третий вектор вниз. Правильно? А низ сложившись вверх не получаются никак. Если один сильно вверх, другой вниз, получается как-то так вот. По крайней мере не расстанутся. А если оба вниз, все, никаких шансов. Видите, оказывается, все просто. Весь арифметика. Но она не была удовлетворена моей консультацией. Она ушла недовольной. Когда ее спросила ассистентка, ну вы дадите консультацию? Она сказала нет. Вы будете делать так, как он сказал нет. Я все делаю так, как я считаю. Правильно? Ну пошла. Ну это нормально? Нормально. Это означает, что она должна учиться своей судьбой. Потому что есть две категории людей. Одни учатся знаниям. Знания – это самая большая ценность в этом мире. А другие учатся своей судьбой. И в чем заключается знание? И знание заключается в том, что если тебе кажется, что с этим человеком невозможно жить, то это просто тебе это кажется. Потому что это всего лишь результат той любви, которую вы культивируете в отношениях. И все. Если ваш ребенок обкакался, это не значит, что он вечно будет пахнуть говном. Простите меня за выражение. Это значит, что он просто сейчас откакался. Понимаете? Надо его помыть, постирать. И он будет опять вкусненьким, как раньше. Вы согласны женщины? Женщины это знают в интуиции. Они сразу идут мыстирать его, ругаются по дороге, потом улыбаются, когда он чистенький. Все нормально. Но никто же не против. Ругайтесь, пожалуйста, сколько хотите. Но не надо думать, что он вечно таким будет, вонючим. Или муж чем-то от ребенка отличается. Такое же. Если его помыть, он будет чистым тоже. И не будет вонять, понимаете? Надо мыть отношения, понимаете? И стирать их, чистить. Не надо беспокоиться, что они всегда будут такими. Потому что вы видите в своем муже плохого человека, потому что между вами пелена плохих отношений. Ведь другие люди его видят хорошим. Вот вы поспрашиваете его друзей. Он хороший человек? Они скажут. Да, он классный такой мужик. Они будут говорить вам другие вещи о нем. О вашем мужике. Вы подумаете, ну как можно так заблуждаться? Он же вообще просто ужас. Такой человек. Они будут считать, что он хороший. Маму спросить его, он скажет, вообще классный парень. Да ты дура. Потому что, почему она так скажет? Потому что у нее пелена к тебе уже есть. И через ваши отношения у родителей тоже пелена появляется. Пелена невежества. И она пудрит мозги сильно. Страдает люди от нее. Но я вам скажу другую причину, более важную. Почему вектор идет вниз? Причина заключается в том, что большинство людей, даже если вы будете знать, как правильно свести, все равно будет вектор идти вниз. Потому что люди не знают еще одной вещи. Что человек сам по себе, он очень слаб. Он не имеет силы. Мы все не имеем силы. У нас нет силы правильной свести. У нас нет культуры, как собирать силу. Как копить силу в себе. Кто знает, как копить силу? Аскезы. Аскезы, чтобы совершать нам силу. Иметь для этого. Молиться. Молиться. Единственный способ совершать силу, это установить связь с Богом. И поэтому это самое главное в жизни человека. Постоянно быть связанным с Богом. Потому что только это дает силы жить. Льется музыка, музыка, музыка. Печали, боли, сырья. Кто-то тихо играет на дулочки, от которой гружит тебя. Кто играет на дулочки? Кришна. Бог играет на дулочки. Льется музыка, музыка, музыка. Меловек не устанет кружить. Бесконечная. Бесконечная и вечная мудрая. От которой так хочется жить. Жить. От которой так хочется. Эта музыка называется вера. От которой так хочется жить. Но люди не знают этой музыки. Они не знают, как в своем сердце ручеек открыть. Из этого все проблемы. Человек устал жить. В 18 лет девушка уже устала жить. Она не знает, как жить дальше. И нет сил. Психических сил нет жить. Потому что у нас нет культуры ручеек открывать. Понимаете? В этом проблемы заключаются. Многие не верят мне. Вот я говорю сейчас об этом. Многие так. А что ты тут говоришь вообще? Наши насемейные отношения пришли. Да. Это можно понять только когда ты это почувствовал. По-другому невозможно это понять. Откуда силы брать? Откуда? С концерта Аллы Пугачевой? Люди ходят везде. Зачем люди ходят на эти все концерты? Для чего? Для того, чтобы силы получить. Жить. Они выходят, а они силы получают? Чуть-чуть. Очень мало. Очень мало. Но если человек сходит туда, где происходит очень чистый, возвышенный, религиозный какой-то процесс, он получит такую силу внутрь, что у него очень много в жизни, что может измениться. Но таких процессов сейчас редко где увидишь. Редко. Но если ты поставишь алтарь дома и будешь просто молиться, этот процесс прямо у тебя дома будет происходить. Будет давать очень много силы внутри. Итак, любовь и правильное поведение – две вещи, которые поднимают вектор жизни. И жизнь домохозяина принимает верное течение и направленность. Видите, как здесь сказано очень мудро. Прямо так сказано – принимает верное течение и направленность. Потому что есть две направленности – или разрушается семья, или любовь в ней становится сильнее и сильнее и сильнее. И такие качества, как верность, как уважение, верность, уважение и искренность, они возрастают в отношениях. И, допустим, муж смотрит на девушку. Он же взрослеет, мужчина, и жена взрослеет. А девушки молодеют вокруг. Это так или нет? «Молодеют» означает «красивеют». И он смотрит на красивую девушку. И что он думает тогда в этом случае? «Молодеют». «Молодеют» Она красивая, нет? Он смотрит на красивую девушку. Она красивая? «Красивая, конечно». «Красивая, конечно». «Мужики, да, отвечают. Они знают. «Красивая, конечно». Правильно. «Она сильнее влияет, чем жена или нет?» «Конечно, сильнее, она чужая, красивая, непознанный НЛО, НЛО, неопознанный летающий объект. Что он посмотрит и подумает? А? «Он стал». «Да нет, у меня один мужик, и даже в 70 лет не подумает, что он старый стал». «Какая же у вас дальненькая?» «Да, если у них некоторое мнение, а взрос, так он и подумает, потому что ему деваться некуда. Это то, что к нему придет на ум. Но, если вектор в любви возрастает, он посмотрит на нее и подумает другое. Он подумает, «Она не сможет быть такой, как моя жена. Она не сможет быть такой. Поэтому я выбираю свою жену. она лучше. Она красивее внутри. Ее красота пошла внутрь. Она стала красивее для меня. То, что он подумает – это факт. Именно это дает человеку возможность быть верным, не что-то другое. Именно это. Верность должна иметь почву под ногами. И почвой является любовь для верности. Если любовь культивируется в семье, а не секс. Потому что секс – это противоположность любви. Если люди думают только о сексе в семье, они думают, что без секса не проживешь, они таким образом извращают свое понимание любви. Потому что любовь соткана из трех вещей. Из верности, уважения и искренности в отношениях. Верность – это аскеза. Уважение – это результат этой аскезы. А искренность – это результат отношений. Это проявление любви. Искренность – это проявление любви. Основное. Когда эти вещи копятся, человек… Он чувствует, что ему не надо менять своего близкого человека. Это все безумие. И это значит, что в правильном направлении течет его семейная жизнь. Потому что в этом случае девушки перестанут его волновать. И он начнет волновать развитие себя как личности. Уму его успокоится, и он начнет думать о том, как развиться. О том, как помочь детям. О том, как развиться самому. О том, как помочь жене и так далее. У него начнет жизнь течь в правильном направлении. Если сейчас сядут мужчины, в основном о чем они думают? Большинство мужчин. Они в основном думают… Они как пастушки ведут себя, как пастушки. Они в основном думают о телках. Пастушки. Пастушки. Они как пастителок. Правильно? Нет? Ты не думаешь. Но ты особенный. А возможно, мужики думают о телках. Ну, если вот о чем думают, о том и говорят. Если возьмите, послушайте на работе сейчас. Возьмите мужской коллектив какой-нибудь. И послушайте, о чем мужики говорят там, на работе. Они говорят о телках. Не о женах, а о телках они говорят. Понимаете, в чем разница заключается? Нет? Вот они говорят. О чем говорят, то и получают потом. К чему человек стремится, то и получает. Это означает, что у них нет любви. У них нет семьи. Нет счастья в жизни. Ничего нет. Они пустые. Пустые люди просто. И сейчас таких пустых людей большинство. Они просто пустые. И в них ничего нет. Потому что они говорят о призрачном каком-то счастье, которое они никогда не получат в жизни. Потому что то, что внешне нарисовано на женщине, это же должно воплотиться внутрь. Иначе ничего не будет. Вот это будет пустота просто. Но мужчина этого не понимает. И оказывается, это очень сильная аскеза быть таким семейным человеком. И об этом говорится в следующем высказывании. Что если действительно любовь и правильное поведение культивируются в семейной жизни, то настолько сильно такая семейная жизнь очищает человека, что следующее высказывание об этом говорит. Если человек проходит через жизнь домохозяина, не отступая с этого пути, здесь говорится с пути Дхармы. Именно путь Дхармы означает верный путь. Путь религии, путь чистоты, путь возвышения, путь любви. То есть с этого пути не отступает. То он достигает того же самого, чего достигают те люди, которые отреклись от мира или даже стали священниками, или стали духовными учителями. То есть он достигает тех же самых результатов, чего здесь говорится. То есть настолько это чистая и возвышенная жизнь, когда человек выполняет свои обязанности перед близким человеком, когда он честно копит силы через молитву Богу, когда он выполняет все свои обязанности, учится любить, возвышать отношения, чистоту возвышать в отношениях, он становится святым. Потому что в этом и заключается возрастание любви. Как можно нечистого человека любить сильнее? Чем чище человек, тем чище к нему любовь. Но чем чище отношения, тем чище люди, понимаете? Отношения очищают людей, делают вас возвышенным в жизни. И такие люди, они очень сильно возвышенно относятся друг к другу. Некоторые люди думают, что невозможно в обычной семейной жизни очиститься. Это грязная жизнь такая. Ну, некоторые думают и уходят жить в отреченный уклад жизни. Не все, но некоторые из них каждый день потом думают о противоположном поле всю жизнь. Когда они остаются один на один с собой и думают о том, что происходит в этом времени? Они теряют себя. А о чем думает чистый возвышенный семейный человек? О чем он думает? О благе всего общества, о Боге. Думает о возвышении своем, своей семьи и так далее. Он не очень благородные мысли, понимаете? У чистого, возвышенного семейного человека. Это факт, что есть возвышенные, очень отреченные люди. Это факт. Но у них точно такие же мысли. Разницы в мысли нет никакой. Точно такие же люди тоже думают о возвышении, о чистоте, о помощи всем другим людям. И скажу вам по секрету. Отреченные люди, они тоже имеют семью. Думаете, они в одиночку живут, нет? Они имеют семью. У них есть точно такая же семья, как у нас все. Эта семья состоит из монахов. У них тоже семейные, близкие, очень теплые отношения. Потому что некоторые думают, что под словом «семья» означают секс. Но секс – это не семья. Есть разница между сексом и семьей. Потому что сексом сейчас все занимаются. Но так мало семей вокруг. Семья – это что-то другое. Ведь также семья означает верность. Семья означает уважение. И семья означает искренность. Но в отношениях этих монахов есть и верность, и уважение, и искренность. Так разве у них не семья? Они тоже живут семейной жизнью. У них есть семья, в которой они выполняют обязанности друг перед другом. Живут общими интересами и так далее. У них они называют братья и сестры друг к другу. У них тоже есть семья. У них тоже есть счастливая жизнь. Они просто там, бедные, умирают, как некоторые думают. Вот они счастливы в своей семье. И чем они отличаются от всех остальных семейных людей? Тем, что они точно знают, что секс – это не основа семейной жизни. А все остальные пока еще не уверены в этом. Но те из семейных людей, которые уже точно знают, что секс не основа в семейной жизни, они живут точно так же, как те отреченные люди. Счастливы, и у них все классно в жизни. Потому что они уже поняли, в чем заключается любовь. А это надо понять, реализовать надо в своей жизни. Почувствовать это. Об этом говорится следующее высказывание. Из всех, стремящихся к чистой жизни, наибольшего счастья достигает тот семейный человек, который живет полностью по заповедям. И все, кто стремится к этому, тот, кто вот именно так живет, по заповедям, как надо жить, он и становится самым счастливым. Но современное представление о счастье совсем другое. Люди думают, психолог, придите на консультацию, он вам скажет, у вас есть партнеры. А как вы живете? Ну, с женой, с мужем невозможно быть счастливым каждый день. Это же надоедает. У вас партнеры есть какие-то, нет? Если нет, я сожалею, вы не сможете быть счастливыми. Вам нужно партнеров сегодня. То есть они не знают, эти люди, что таким образом счастья не достигнешь. Есть объяснение, на тонком плане есть этому объяснение. Допустим, у человека есть одна связь, он связан с одним человеком. Из этой связи может сформироваться потом любовь когда-то. То есть эта связь является фундаментом для того, чтобы развилась любовь настоящая. Какое условие в том, чтобы эта любовь развилась? Есть только одно условие. В этом фундаменте не должно быть дыр. Он должен быть крепким. Это означает, что в этом фундаменте не должно быть измен. Понимаете? Потому что измен – это дыры. Дырки в фундаменте. Потом их надо залатывать долго. Очень трудно. Эти психологи дыряют мозги людям. Они сначала в мозгах делают дырки, потом эти дырки появляются в фундаменте. Все. Никаких шансов, пока человек не раскается. Дальше ему создать нормальную семью невозможно. Быть счастливым в личной жизни уже невозможно. Все. Он отелился. У него тёлки появились. У него развилась телесная концепция жизни. Телесная концепция жизни означает – есть тёлки, есть тёлки. Но мужиков, мужчин и женщин нет. Есть тёлки и тёлки. То есть, есть люди, которые себя считают телом. Тело означает только секс. Всё. Они считают, они не видят жене душу. Они видят жене, что есть у неё характер, есть у неё любовь, есть проявление, какие-то чувства у неё есть, что о неё надо заботиться и так далее. Этот человек не видит. Он видит в ней только секс. Того, с кем можно заниматься сексом. И если с ней нельзя заниматься сексом, значит, зачем она нужна? Вот и всё. Это означает интересная концепция жизни. Любви – ноль. Возможности возвысить семью, сделать счастливой – ноль. Никаких шансов при таком подходе к жизни. Хоть сколько психологами консультируюсь – не имеет значения. Потому что нужен фундамент, на котором вырастет любовь. Любовь – это такое растение, которое не растёт там, где есть грязь. Оно любит чистую почву. Если чистота есть в отношениях, любовь начинает расцветать. Нет. Если чистоты нет – всё, сорняки начинают есть. Поэтому тот, кто стремится изо всех сил выполнять правила семейной жизни, он становится самым чистым. Здесь об этом написано. А не тот, кто имеет много партнёров. Как это так сказано, очень нежно. Раньше ведь по-другому говорили, как есть. Раньше говорили – имеет много шлюх или кобелей. А сейчас партнёров. Такое слово «партнёры» – это же так что-то возвышенное такое. Сейчас язык как-то сильно поменялся. Всё самое мерзкое стало называться возвышенным очень. А всё самое возвышенное как-то так вообще люди считают сумасшедшим. Дальше высказано следующее. Оказывается, у человека, который такую жизнь ведёт и возвышает свою семейную жизнь, оказывается, у него аскез ещё больше, чем у человека, который живёт в монастыре. Потому что в монастыре же секса нет. Чего там напрягаться? Какие там аскезы? Они там, наоборот, купаются в нектаре. А аскез нет. Монастырские люди даже часто очень сильно расслабляются. Им так хорошо жизнь становится, что они вообще такие расслабленные ходят. У них там время замедляется. Они могут приготовить обед позже. Потому что всё классно. И всё тут хочется уже. Всё настолько хорошо становится, что у них жизнь и время замедляется. Они такие вальяжные ходят. Допустим, вы придёте в монастырь и скажете, можно поговорить с вами? Он говорит, в час я подойду. Ждёт час-два-три. Потом подходит. Вы думаете, он маме пренеблёг. Нет, у него такая жизнь просто. У него другая жизнь, другое мышление. Он очень спокойный такой. Нет проблем. Но семейный человек не может так жить. У него постоянно аскезы идут. Постоянно что-то происходит. То кто-то отписался, кто-то обкакался, то деньги кончились, то кто-то заболел. Это каждую секунду происходит в семье. То то, то другое, то третье. Ему надо реакции, реагировать быстро, мамоненосно принимать решения, молиться, помогать всем. И, допустим, если семейный человек такой, он успокоился такой, такой стоит, расслабился, успокоился. То сынок подходит в долгие за что-нибудь. Он говорит, папа, ты чего? Ты чего, папа? Он думает, что такое с папой произошло? Он расслабился. Необычное состояние. Примерно, это очень странно. Допустим, я когда на приеме нахожусь, я очень быстро все там делаю. Быстро, быстро, быстро. У меня помощники, они так потихонечку камни подбирают. Если, допустим, у меня какая-то секунда останется, свободная, и раз, допустим, встану, начну думать о Боге, попить воды встану, то они ко мне подходят и говорят, Олег Геннадьевич, вы свободны? Можно вам задать вопрос? Он мне помогает жить. Вы свободны? Вы еще не умерли? Все нормально? Какова жизнь семейного человека? Постоянное напряжение. Аскез гораздо больше, чем монаховы. И поэтому, говорится, что тот семейный человек, это последнее высказание вот этого раздела про семейного человека, про его благочестие. Поэтому, говорится, тот семейный человек, который живет правильно в этом мире, он подавляется ангелом. Это значит, что он святой. Понимаете, потому что это очень трудно, быть счастливым в этом мире, особенно в семейной жизни. Мы желаем счастья вам. Как поют, да? Когда люди женятся. Как-то просто, оказывается, счастье иметь. У нас сколько? Сейчас полдевятого, да? Угу. Ну вот, есть время немножко. Фиг, там ваш вопрос. Ты семейный человек? Да. Это касается того, что тема была сегодняшнего. Ну хорошо, давай задаваем. Все семейные молчат, а не семейные задают вопрос. В чем именно заключается неблагоприятность в нецелебании? В чем именно? Человек теряет психическую силу. Он теряет... Ну, есть несколько моментов, что он теряет. Первое, что он теряет, он теряет возможность... Ну, как бы вы поймите, ведь самая главная проблема человека заключается в том, что он не может преодолеть свою плохую судьбу. В этом заключается только одна проблема. Или человек может, или человек не может. Человек, который является учеником, ученичеством, как бы находится в ученичестве, каждый день его жизни предназначен только для одного, чтобы улучшить свою судьбу. Ему больше нечем заниматься. В этом заключается время, которое сейчас для него выпало. Женщина одна осталась, допустим, но у нее никого нет. Она начинает искать себе кого-то, метаться. Но это время не предназначено для того, чтобы метаться. Оно предназначено для того, чтобы очистить свою жизнь настолько, чтобы следующего не потерять. Потому что метаться не надо. Когда придет время, он сам нарисуется перед тобой. Я вам объясню, все очень просто. Попытайтесь понять это. Когда приходит время женщине привлечь какого-то мужчину, она наполняется такой психической силой, что даже просто, если человек, который ей подходит, находится на расстоянии, то он как зомби начинает приближаться к ней. Меняет дорогу, идет в нужном направлении, как зомби. Такая сила из нее исходит. Поэтому не надо думать, как мне выйти замуж. Надо думать о том, как потом замужем жить. Вот в чем проблема-то главная. Потому что вот как раз это самое сложное. Потому что женщина как раз создает среду, которая потом сама и разрушает. Веды говорят, что женщина как река, а мужчина как берега. Если женщина подмывает берега, что происходит? Она уходит из русла. Она утекает. Она не может больше в русле находиться. Поэтому мужчина всегда теряет женщину. Не те женщины, а мужчина. Женщина теряет саму себя и теряет своего мужа. Потому что она выходит из берегов. Она не может находиться в этих рамках жизни, которые создал ей муж. И хочется вырваться из них, и она вырывается. Почему? Потому что у нее нет силы оставаться в них. И для того, чтобы эту силу накопить, женщина должна быть одна какое-то время. Но она не хочет. И значит, что придется потом убегать, сломя голову. Потому что сил у нее никаких нет, как и такой жизни. И менять жизнь тоже сил нет. И верить в этого человека тоже сил нет. Ни во что сил нет. В результате приходится уходить. Или делать так, чтобы он ушел. Что тоже женщине несложно сказать. Мужчина соблюдает цельба для того, чтобы достичь успеха в своей жизни. Это война, сражение, в которой с одной стороны желание секса, а с другой стороны успешная жизнь. Кто победит секс и успешная жизнь? Время покажет судьба человека. Я как-то несколько лет назад встретил своего, мы вместе жили в одном подъезде. Ну, молодой парень. Он был очень красивый, очень талантливый. И все всегда очень сильно удивлялись, как он развивается. Он развивался очень со стороны. Всегда во дворе есть люди, которые являются вот такими, знаете, они как бы как солнце, а все остальные звездочки. Ну, то есть он был солнцем в этом дворе. Мы все были звездочками вокруг него. И так как он был солнцем, естественно, что у него девочки появились раньше всех. Уже я помню, где-то в 8-9 классе он уже начал гулять. Потому что он был солнцем, он был самый лучший. Девочки появились у него. В результате я встретил его 3-4 года назад. Он подошел ко мне и спросил, Олег, ты меня узнаешь? Я начал смотреться. Передо мной стоял обтрепанный жизнью, эградировавший, уставший, больной, раньше времени постаревший человек. Я сказал, я не узнал. Ты помнишь, мы жили в одном подъезде, и лучше бы я этого не вспоминал. Потому что, когда я вспомнил, мне стало дико, что так может поменяться судьба человека. Ведь все было хорошо. Что поменьшало ему быть лучше, чем я? У него были возможности? Почему я смотрю на него, и он смотрит на меня? И мы не понимаем, почему так произошло. И он не понимает, а я начал изучать, анализировать и понял, почему так произошло. Потому что он всю свою энергию вылил в секс. Это все в чем причина. Краник был открыт и не закрывался до тех пор, пока силы не осталось. Нет другой причины, почему так произошло. У человека есть два варианта. Или развиваться как личность, или заниматься сексом. Другого варианта, третьего нет. Чем больше секса, тем меньше развития. Чем больше развития, тем меньше секса. Но это быглы, которые ходят на улице, а не здесь сидят. Я не говорю не про всех, а про некоторые. Будут смеяться над моими словами. Они будут смеяться над моими словами. И говорят, вы слушаете этого человека, он совсем тупой. Никакого не говорю. Будет смешно, что он пытается уменьшить, примитить самое ценное, что есть в этой жизни. Они будут смеяться надо мной. И пусть смеются. Потому что их дорога – это возможность проверить все на практике своей судьбы. Знания для таких людей недоступны. Для них доступно только одно – прожить жизнь и посмотреть на себя в зеркало, когда ты ее уже прожил. И подумать о том, как ты ее прожил, что произошло, почему так-то случилось. На этом и заключается проблема. Поэтому, если человек смеется, это еще не значит, что он прав. Бывает так, что его смех – это тир во время чумы. Знаете, что такое чума? Да, такая болезнь, что ты заражаешься и не замечаешь, как. Пошел в магазин, сходил, через 7 дней тебе уже придется умереть. И ты ничего не можешь сделать с собой. Когда в городе чума начинается, люди все вправы. Потому что они знают, что им скоро придется умереть. И даже если они убегут из этого города, не факт, что они уже не заразились. Понимаете? Никакого счастья нет. Отсюда выражение – пир во время чумы. Какой пир может быть чума началась? Вот это вот чума. Вот это неправильное представление о сексе – это чума нашего современного общества, которая рушит жизнь людей. Я уж не говорю о спиде, которым сейчас болеют, оказывается, 10% русского населения. Уже статистика такая суровая пошла. Серьезная болезнь. Я не говорю уж о спиде. Я просто говорю о жизни человека. Что она идет под откос. В основном молодые люди не способны учиться сейчас. У них нет ни памяти, ни способности нормальной. Придется, родителям приходится взятки давать. Потому что у них нет сил учиться. Вся энергия уходит в секс. В этом проблема большая. Ага. Я ответил? Ну, то есть, как я понял, это именно в сохранении энергии. Да. Ну, а как быть, допустим, вот я фильм смотрел про Будды, допустим. Ну, там монахи тоже жили. Ну, ночью, допустим, у него авария случается, и у него эта энергия тоже вылетает. Это целая наука, понимаете? Авария, она просто так не случается. Эта энергия сама не вылетает. Просто есть духи в женском теле. И если человек думает о женщинах, то эти духи приходят к нему во сне. И они эту энергию родут просто, воруют. Даже ценность половая энергия. Ценность надо убить и хранить. Когда два человека сексом занимаются, на самом деле, они находятся в сознании этих духов. Это духи, вместо них они любовью занимаются, понимаете? Духи. Не сами два человека, а духи. Ну, а духи-то причем у мужчины его тонкое тело, у женщины ее. А проблема заключается в том, что человек не испытывает счастья от самого тонкого тела. Он испытывает счастья от того образа, который он создает во время этих отношений. И этот же образ, он может создаваться не обязательно в присутствии близкого человека. Он может создаваться просто сам по себе. И этот образ как раз и есть сила, которая вытягивает семя. И у женщины, которая вытягивает тоже ее спокойствие, ее благочестие, ее чистоту. А без женщины это тоже, оказывается, духами? Это духи, понимаете? Есть женщины, которые не смогут выйти замуж. По той причине, что они каждую ночь общаются с этим духом мужской беды. Они за него уже вышли замуж. Им не нужен муж. Они вернее не смогут даже оторваться. Пока они не поймут, что они уже замужем. Они общаются с духом. Потому что грезы испытывают постоянно эти половые. Пока женщина целомудренной не станет, не отшвырнет от себя этого духа, он ей не даст замуж выйти. Потому что она будет там у всех мужчин смотреть с позиции тех грез, которые она испытывает с ним. под машину. То есть она себе картинку эту нарисовала. Все. Дальше никто не испортит, не приблизится. Потому что даже полюбить ее не будет. Да не волнуйтесь, все будет хорошо. Ну как? Человек не может хранить то, что он не может хранить. В куршине столько скопится, сколько есть места. Понимаешь? Для того, чтобы больше было места, для этого надо больше понимания. Знание человеку дает возможность улучшить карты. Семя хранится у тех, кто понимает, как жить у чистых людей. Но даже во сне, такой чистый человек, не дает себе возможности никакого подумать. Если человек знает, как правильно себя вести, будучи один. Женщина знает, мужчина знает себя, как правильно вести. Он никогда не потеряет. Женщина не потеряет чистоту. В этом случае мужчина не потеряет семя. Потому что это одно и то же. Женская чистота и мужское семьи – это одно и то же. Мужчине семьи дает решимость, чистота женщине дает красоту. А это одно и то же. Для женщины красота, для мужчины решимость. Красота для женщины дает все ее могущество, делать ее могущественнее. А мужчине решимость делать его могущественнее. И все это одно и то же. Способность сохранять верность себе. Пока ты один, сохраняй верность себе. Когда кто-то появится, сохраняй верность ему. Если человек не может сохранять верность себе и думать, он будет сохранять верность другому человеку. Это невозможно. Надо учиться этому. Все это поняли? Ну, слава Богу. Скажите, пожалуйста, как семейному человеку вернуть деньги, который дал долг давно? Не хотят отдавать гады. Может желать им богатства и процветания? Можно желать, может и не желать. Мы просто не знаем. Мы всю жизнь рассматриваем с позиции «как мне лучше». А Бог высшие силы рассматривает с позиции «нашу жизнь тоже как нам лучше». Но самое интересное заключается в том, что позиции геометрально противоположны. Допустим, высшие силы считают, что лучше, чтобы ему деньги не отдали. А мы считаем, что лучше, чтобы нам их отдали. Если бы мы посмотрели на свою прошлую жизнь, то мы бы увидели, что мы сами взяли точно такие же деньги. Точно так же их не отдали. И поэтому в этой жизни мы получили такой же точный результат. И поэтому, когда в жизни что-то происходит такое необычное, что-то человек теряет, надо просто расслабиться. Когда, допустим, шел, у тебя ручка отвалилась от портфеля, и портфель упал в воду, шел по мосту. Подходит на такой занятий первыми. Что надо делать? Расслабиться. Дetin нет. Даже слабиться. Снежка. Ага. Снежка. Не надо помнить. Потом нам всегда лазы есть. Очень могу их лишь попросить. Да. Надо попросить, конечно. В нашем спокойном состоянии даже слаб 없습니다. Но в таком спокойном состоянии reicht от того чтобы и до ослабления. Ведь это старается. На checklist прет Dark. Потому что инфаркт может быть. Конечно, что надо попросить? Надо пытаться спасти этот чемоданчик. Это факт, что надо пытаться, надо объяснять людям, что лучше вернуть мне деньги. Если человек расслабится, у него мозги начнут работать. Например, он может предложить, я знаю одного человека, как вернул большие деньги себе. Он подошел смиренно и сказал, как я могу тебе служить? Я знаю, что ты не можешь отдать мне деньги, потому что ты не можешь. Я это понял, я знаю, но я просто хочу тебе опять помочь. Я понял, что деньги я тебе дал, это я тебе не помогу. Ну как я тебе могу помочь? Тот, который не отдал деньги, я говорю, не знаю. Он говорит, ну давай я тебя возьму на работу, ты будешь мне работать, и ты сам решишь, сколько ты будешь отчислять в качестве долга. И тот работал у него, он так счастлив, он был без работы, и работу получил. И тот он не может выгнать, потому что долг. Классно он так получил, классно работу. Никто не выгодит, он уверен стал в себе, начал развиваться там. И все отдал. Почему? Потому что человек сам создал ему возможности отдать. Потому что почему человек не отдает? Он боится даже мысли, чтобы отдать. Он боится этого. А если человек успокоится, поймет, что можно отдавать совсем понемножку. Он будет понемножку отдавать и не парится. Но когда человек очень напряжен, к нему даже подойти нельзя и поговорить с ним о том, как ему деньги отдавать. Почему так происходит? Потому что он не заслужил, чтобы ему отдали. Ему для этого надо стать очень смиренным, принять эту ситуацию в жизни, что ему не отдадут деньги. Это целая наука, понимаете? Надо принять свою судьбу сначала. Я шел как-то по брендаму. Неожиданно у меня мартышка стащила очки. Хорошие очки очень. Она залезла, поднялась наверх на второй этаж и сразу начала их грызть. Сразу же. Она грызет и смотрит на меня. И почему она это сделала? Почему она таскает очки? Им интересно смотреть, как человек страдает. Знаете, вот мы смотрим фильмы, допустим, там кто-то убивает кого-то, там люди страдают. Мы смотрим фильмы. Им же тоже надо смотреть. Ни телевизора нет, но есть возможность тащить очки и посмотреть фильмы. Как человек страдает. Она смотрела фильм, я смотрел на нее. Вот. Я понял, что мне надо отвлечься от мартышки, она скоро все очки сгрызет. Я отвелся от мартышки, посмотрел вокруг, они уже ждали меня. Ждали, чтобы я им что-то сказал. Я им дал денежку, сказал, помогите мне вернуть очки. А так как они в одной упряжке там работают, они бросили ей там корм. Она выровила очки, и очки прилетели ко мне чуть-чуть обгрызанные. Я взял, пошел. И я понял, что если бы я еще простоялся секунд 15, то очков бы я вообще не увидел. Надо просто расслабиться, и тогда это поможет решить ситуацию, понимаете. Потому что когда человек потерял портфель, он упал, что он делает дальше? Он нагибается и смотрит, куда он плывет. Надо расслабиться, и будет долго смотреть. Надо расслабиться, и пойти, и найти кого-нибудь, что кто может там спасти. Если никто не смог, значит, допускай будет дальше. Потому что инфаркт может быть. В Москве писали в газете, один мужик врезался на машине, и у него разрыв сердца произошел. То он начал исследовать инфаркт, оказалось, он всю жизнь на машину копил. Первый раз сел за руль, поехал и врезался сразу. И умер этот инфаркт. Почему нужна такая машина, когда спрашивают? Этому человеку должен понять, почему его наказала судьба. Только по одной причине, потому что он достоин именно этого. Веды говорят, этот мир сокран только из справедливости. Все, что происходит в этом мире, именно это и нам нужно сейчас, для того, чтобы исправиться, и стать лучше, и счастливее. Поэтому, если тебе деньги не отдают, значит, тебе именно этого нужно в жизни, значит, ты такой жадный человек. Тебе это именно, это нужно сейчас, чтобы расслабиться, стать счастливым. Чтобы тебе не отдали деньги, потому что, если бы тебе отдали, никогда это не почувствовал. Никогда бы не расслабился, не стал счастливым никогда. Надо, чтобы кто-то взял бин. Недавно наш медицинский центр купил этот компьютер. Вот красивый такой компьютер. Я думаю, ну купили, купили. Я его не сильно уважал. Но позавчера, после лекции, произошло чудо. Я взял компьютер-подмышку и понес. И он неожиданно совершенно у меня начал вылетать из рук. Я начал его ловить, ловить, ловить вот так. И он прямо куда-то как прыгает, прыгает. И сейчас уже упадет на пол. Я им шел по ступенькам и думаю, все, он уже почти падает. И каким-то чудом я его зацепил. Хочу уважать потом. Компьютер. Пока не потеряешь, не приобретет. Как быть, если муж все время просит, а жена не хочет, при этом есть? хорошее. Хорошее. А, при этом есть? Вы пишите как-то вопросы. Как? Я пытаюсь литно прочитать быстро. Как быть, если муж все время просит, а жена не хочет, при этом есть хорошее отношение? А, теперь по лекциям. По лекциям. Нет, жена не этого не хочет. Сейчас объясню, чего она не хочет. Это вопрос мне на каждой почти лекции по семейным отношениям задают. В основном женщина. Потому что женщина у них такой внутренний, они настолько удивительно созданы женщиной вообще. Она является отпусковым механизмом всей ситуации в семье. Но она себя считает абсолютно невиновной в чем. Не так тихо соткана, что она не виновата. И абсолютно вообще, абсолютно. Сейчас вам расскажу механизм, как мужчина хочет. Женщине в нижнем психическом центре есть такая огромная сила. Она имеет горячую природу. Она горит. Горит сила. А у мужчины в нижнем психическом центре холодные по природе. И когда он холодный, мужчина, он такой ля-ля, он живет, нормально живет, нет проблем никаких. Нормально просто поет, танцует ему хорошо. Или в хоккей играет, в футбол. Он не знает, что скоро ему будет плохо. Потому что когда он видит девушку, у нее из нижнего центра эта сила выходит и бьет ему в бах. И у него нижние психические центры разогреваются от этого. Когда они разогреваются, мужчина теряет себя. Он ничего не соображает. Начинает бросаться на женщину, искать ее. Где же ты? Не знаю. Где же ты? Как я повторял. Где же ты? Сердце с высоты. Где же ты? Где же ты? И начинает вытянуть таким образом. И песня таким. Почему? Потому что мы дали подыхло и пошли. Летящей по холмке. И скрылась из глаз. И скрылась из глаз. Вот так вот протекает жизнь наша. Надо понять, что когда женщина видит, что мужчина издевается над ней, постоянно требует секса. Это означает, что она сильно хочет наслаждаться семейной жизнью. Понимаете? Потому что женщина, она соткана из желания тонкого секса. И у нее все тело состоит из наслаждения. Все тело. Она всем телом может наслаждаться. И руками, и ногами, и глазами. Всем. У мужчины есть только одно место, которое он сможет построить. В отличие от женщины. Понимаете? И когда женщина наслаждается семейной жизнью всем телом, она испытывает часть от всего, что видит вокруг семьи. От детей, от предметов, которые в ней есть, от кровати. Она, когда, допустим, лежит, ляжет на кровать. Мужчина никогда так не может наслаждаться постели, как женщина. Он не может так ванной наслаждаться, когда женщина принимает ванну. Он так наслаждается и так хорошо дома. Она ничем, он ничем не может так наслаждаться. Когда ему кушает лед, он ел все. Женщина сидит прямо. Да, она наслаждается жизнью таким образом дома. Из этого самого нижнего центра все время выходит одна и та же горячая энергия, которая разогревает мужчину. Ему тоже хочется наслаждаться. Но у него есть только одно место, чем можно наслаждаться. и поэтому он начинает ее заламывать, издеваться над ней. Она говорит, вот гад, а! Лекция лептиначе не случается. Вот так обстоят дела на самом деле женщины. Теперь после этого вы будете задавать этот вопрос? Нет. А все-таки нежный. Потому что вы должны спросить меня, зачем это все тогда нужно? Почему это так все устроено? Я вам отвечу, почему. Потому что эта энергия любви, вот эта горячая, женская, она должна пойти куда? Нет, она должна пойти к ребенку. Вверх это само собой. Не все вверх уходит, а все же остается внизу и вот эти вещи делает. Поэтому, если мужчина прыгает на жену, не дает ей покоя, издевается над ней, это значит пора заводить ребенка. Нет другого способа решить этот вопрос. Когда ребенок заботится, у женщины вот эта горячая энергия, половина уходит на ребенка. А что-то остается. И если остается, он все равно прыгает через некоторое время. Он сначала успокаивается, он начинает заботиться о детях, все как-то. А потом уходит на второе место, когда ребенок рожается. Потом через некоторое время опять мужчина начинает будоражить, кого шматить. И он опять начинает нервничать и хотеть своего. Это значит, что нужен второй. И удивительно знать, что когда столько детей, сколько нужно семье по карме происходит, мужчина становится очень благородно, ведет себя рядом с женщиной. Естественным образом, у него уже нет таких вот этих жгучих желаний. У него все как бы гармонично, нормально работает в психике. Он перестает звереть. Я ответил на ваш вопрос вот этот вот. Насчет есть. Он вас не ест, понимаете? Он просто мужчина. Просто мужчина. Все. Пора, да? Просто пора. И для детей в сне появления мужчин и женщин наоборот? Ну, значит, надо дальше жить. Пытаться поменять местами. У многих наоборот. У многих. Это значит, карма так действует. Бывает, что еще хуже же. Бывает настолько тяжелая семейная карма, что мужчина смущилась. Женщина даже не может жить. Ему приходит жить мужчиной. Это уже замкнутый круг, понимаете? А когда в семье еще просто наоборот, это нормально. Это еще полбеды. Понимаете? Бывает так, что у людей карма становится замкнутой. То есть она уже не может стать хорошей. Понимаете? Когда люди не могут жить с противоположным полом. Они живут со своим полом. Это значит, что идет уже процесс необратимой судьбе. И если ты не остановишь это все, просто не перестанешь любить. Мне вот один гомосексуалист, молодой человек, подошел и говорит, я не хочу больше такой жизни. Что мне делать? Я говорю, перестань любить. Остановись. Люби только Бога. Больше никого не люби. И как только начнешь молиться, будешь отреченный жизнью жить, пройдет некоторое время и у тебя нормальные как бы способы любить людей, они восстановятся. То есть эта греховность полностью уйдет и все станет на свои места. Ты захочешь быть женой и так далее. Так и произошло у него. Он отрекся от всего. Стал жить отреченной жизнью. Потом у него все вернулось как надо стало внутри. Такой рецепт. Иногда настолько греховный человек, что ему уже невозможно быть нормальным. Невозможно семьей жить. Невозможно ничего. Ему надо просто жить одному. Молиться Богу и все. Нет другого выхода. Но у вас есть выход? Служить друг другу. В этом служении вы раскроетесь как женщина, он как мужчина. И у вас все станет на места. Сейчас у нас осталась завершающая часть нашей лекции. Желать всем счастья. Всеследний день. Мы в риге пять лекций провели и пять раз мы желали всем счастья. Я дал пять настроев разными. Как настраиваться во время пожелания счастья. Рассказать вам хотя бы один из них. Это такой настрой. Надо понять, что, чтобы начать любить людей, для этого надо почувствовать в них чистоту. В основном мы сейчас чувствуем в людях грязь. Мы смотрим друг на друга и видим в них только плохое. Для того, чтобы увидеть хорошее, для этого надо иметь определенную силу. И эта сила заключается в том, что, если человек может концентрироваться на стопах другого человека, мысленно кланяться ему, то в какой-то момент он начинает видеть, как от этих стоп идёт чистая энергия этого человека. И он переоценивает свой взгляд на этого человека. Он начинает к нему относиться с большим уважением. И пожелание ему счастья вырывается у него само собой из сердца. Но нужно несколько месяцев вот это практиковать. Я желаю всем счастья, чтобы увидеть чистую энергию, исходящую из стоп людей окружающих. И эта чистая энергия даст возможность потом быть очень сильным человеком. Потому что это и есть энергия смирения, которая в сердце. Смирение означает способность видеть хорошее в людях. Почему мы смирены? Потому что мы видим хорошее. Это хорошее находится в стопах человека. Там находится вся аскеза человека будучестивых, какие только у него есть. И так надо сконцентрироваться, мысленно кланяться. Именно в поклонах высвобождается эта энергия. Потому что пока мы не кланяемся, а смотрим на стопы, из них исходит грязь человека. Если мы кланяемся, из них исходит чистота. Мысленно кланяемся. Поэтому мы повторяем, я желаю всем счастья, все вместе. И мысленно кланяемся стопам от людей, которые вокруг нас сидят. Мы боимся этого процесса. Постепенно мы почувствуем радость какую-то. В сердце придет такая чистота. Чистая атмосфера очистится от этого процесса. Надо повторять очень спокойно. Не надо никуда торопиться. И звук должен исходить прямо из груди. Вот отсюда. И он должен быть не эмоциональным. И он должен быть спокойным и глубоким. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.